Я вас приветствую на канале для фотолюбителей. Меня зовут Гурьянов Дмитрий и сегодня я попытаюсь разобраться, почему же для объектива Canon 15-35 RF сделали вот такую вот конструкцию с выдвигающимся хоботом, которая портит пылевлагозащищенные свойства этого объектива. То есть, если мы снимаем в дождь, допустим, в это место может попасть вода, потом вы задвигаете его обратно и эта вода, в принципе, может попасть внутрь объектива. Они, конечно, говорят, что там вообще отличные пыльники, но все равно как-то страшно с учетом цены этого объектива. При этом, во-первых, заметим, что если стоит 35 мм, то передняя линза, она задвинута максимально, если стоит 15 мм, она выдвигается. А теперь посмотрим на объектив 17-40 мм. Здесь, в принципе, передняя линза, она тоже двигается при зумировании, но при этом здесь конструкция такая, что снаружи есть такая металлическая труба, на которую крепится светофильтр. То есть, в таком положении у нас, в принципе, влага может попасть вовнутрь, но если мы накручиваем светофильтр, то влага вовнутрь объектива у нас не попадет просто никаким образом, потому что он полностью защищен. Здесь у этого объектива тоже есть резинка, поэтому как бы все, можно сказать, герметично. И вот такая конструкция объектива 15-35 натолкнула меня на мысль, что, в принципе, Canon мог бы сделать такую же конструкцию, как и у 17-40. То есть, сделать здесь такую трубу и резьбу под светофильтр нарезать уже на этой трубе, и чтобы передняя линза, она ходила внутри этой трубы. Теперь, если повнимательнее посмотреть на этот объектив, можно увидеть, что, во-первых, выдвигается он примерно на 1 см, и, во-вторых, передняя линза, она здесь не во весь диаметр светофильтра 82 мм, а диаметр вот этой линзы, он тоже на 2 см, примерно меньше, чем 82 мм. Теперь, если мы посмотрим на то, как свет попадает в эту линзу, то увидим, что вообще никаких проблем не должно быть, если бы Canon нарастил здесь трубу. Давайте посмотрим тест. Объектив этот немаленький и уже и так еле-еле помещается по высоте в рюкзак. То есть, вот такой немаленький рюкзак, и он здесь входит практически вплотную. Если бы он стал на сантиметр длиннее, то, скорее всего, он перестал бы с удобством помещаться в большинство фоторюкзаков и фотосумок. Возможно, Canon именно из-за этого сделал вот такую конструкцию с выдвигающимся хоботом. То есть, если мы его выдвигаем, получается, что объектив у нас очень плохо помещается в рюкзак. Но он, конечно, закроется, но это будет не так удобно. В итоге, на мой взгляд, Canon мог бы сделать вот именно такую конструкцию, когда светофильтр накручивается на неподвижную трубу. Но они этого не сделали из-за того, что в этом случае объектив стал бы на один сантиметр длиннее. И, видимо, вот этот сантиметр – это уже критическая длина, после которого им было бы неудобно пользоваться людям. Из-за того, что он перестал бы помещаться в различные фоторюкзаки и сумки. Других причин, почему сделали такую конструкцию с выдвигающимся хоботом, которая не очень пылевлагозащищенная, на мой взгляд, нет. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Всем удачи и пока! Продолжение следует...